Итак, адвокат. На первой нашей лекции мы говорили о том, мы говорили об адвокате, мы говорили об этом субъекте, и мы даже давали определение, я вам предложил в качестве базового определения, определение адвокат как лицо, обладающее определенными компетенциями. То есть, это человек, обладающий навыками, умениями, знанием в определенной сфере, и эти знания, вот эта совокупность компетенций, дает ему основание, дает ему возможность заниматься адвокатской деятельностью, то есть, оказывать квалифицированную юридическую помощь. Но, опять же, как я уже говорил, адвокат это понятие неоднозначное, то есть, неоднозначное не в смысле там споры, а в смысле несколько значений есть термина адвокат, и давайте их посмотрим. Я выделил основные, основные подходы к пониманию, кто такой адвокат. Сам термин адвокат имеет латинское происхождение, адвокатус, я вас отсылаю к нашей лекции по истории адвокатуры, к цицерону, адвокатус переводится как «зову, призываю», и в Риме это означало, этим термином обозначали родственников, которые приходили вместе с обвиняемым в суд и его поддерживали. То есть, обвиняемый шел в суд, и он звал адвоката, пойдем, поможешь мне, например, хотя бы поприсутствуешь при таком важном для меня событии. Еще одно понятие адвокат связано с профессией. Адвокат – это профессия, то есть, эта профессия дает ему средства к существованию. Итак, адвокат – это представитель определенной юридической профессии. То есть, считается, что адвокат – это образцовый, не в смысле лучший, а в смысле маркерный вид юридической профессии, представителя юридической профессии. Третье определение, мною взято из закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Одно определение там есть, и мы с вами говорили на первой лекции о нем, оно глупое и неправильное, потому что содержит логическую ошибку. А вот это определение мне нравится, видно, что это определение взято с международного договора, слог уж очень красивый. Итак, закон под адвокатом понимает – это независимый профессиональный советник по правовым вопросам. Мне кажется, здесь есть очень хорошие ключевые понятия, ключевые признаки, вернее, профессии адвокат. Первый признак мы видим – это независимый. То есть, адвокат независим. Адвокатура и адвокат. Адвокатура сама по себе не является государственным органом. Соответственно, адвокат не является госслужащим. И, значит, он независим. Он независим от государства в первую очередь. Вообще, много от чего он независим. Мы будем об этом говорить, когда будем говорить о принципах адвокатуры. Следующий признак из этого определения адвокат в том, что он профессиональный. То есть, это профессия. Вот, коррелируется с выше приведенным. Это именно юридическая профессия. Советник. Пожалуй, я бы выделил этот признак как ключевой. Советник, адвокат, советник. Слово советовать. То есть, адвокат не берет на себя бремя выбора, поведение своего клиента. Он не становится самим клиентом. Он советует клиенту, как поступать в той или иной ситуации. И уже за клиентом право выбора, как себя вести. Я хочу обратить ваше внимание именно на этот признак, на признак советника. Потому что это очень, к сожалению, распространенная ошибка адвокатов. Иногда адвокат, особенно адвокаты, которые считают себя хорошими, которые действительно начинают переживать за своего доверителя или клиента. Они начинают действовать от его имени. Не советуюсь с ним. Не думая, что может быть у клиента другая точка зрения на вот эту проблему. Может клиент не согласен с той тактикой, которую выбрал адвокат. Адвокат должен советовать, давать советы. И если клиент решил, что именно этот путь будет правильным, адвокат должен согласиться с этим путем. Он может советовать, он может сказать о негативных последствиях этого движения по делу. Но если клиент сказал вот так, адвокат должен его слушать. Он советник, а не руководитель своего клиента. Давайте посмотрим следующие признаки этого очень действительно хорошего, емкого определения понятия адвокат. И последнее, это что он является советником по правовым вопросам. То есть по вопросам права. Это адвокат, как рыба в воде, чувствует себя в юриспруденции. Именно по этому поводу ему необходимо и познание. И именно в этих вопросах он специалист. Адвокат может оказать помощь, совет не по юридическим вопросам. Может. Но все-таки он должен помнить, что к нему в основном приходят люди за правовым механизмом разрешения их проблемы. Именно за правовым. А уже потом за психологическим, социальным или еще каким-либо. И четвертое определение понятия адвоката. Я вам его уже давал. Именно на первой лекции я обращал ваше внимание именно на это понимание адвоката. Адвокат это лицо, обладающее специальными компетенциями. Компетенции это навыки и умения. А специальные, то есть именно определенные виды компетенции у адвокатов развиты. И если они не получили свое развитие, это не адвокат. Это человек с корочкой, на которой написано это адвокат. Но он таковым не является.